Мир вам! Христос воскрес! Братья и сестры, мы благодарны Господу. Бог хранил в дороге гостей наших с Мариуполя. Сегодня мы им доверились в служение вести, проповедники будут их. Мы будем петь с ними, молиться с ними будем. И благословим потом их в обратный путь. Мы сейчас помолимся. Отец наш Небесный, Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что в этот воскресный день мы снова вместе. Мы благодарим Тебя за спасение, за Спасителя Воскресшего Живого. Мы благодарны, что в Иисусе Христе с любого города дети Твои, откуда бы ни приехали, но те, кто уповает на Иисуса Христа, кто в Нем нашел спасение, рождение свыше, мы чувствуем и видим это родство. Мы братья и сестры. И мы благодарны Тебе за это, Господь. И это влечет нас быть вместе. И мы верим в Господь, что одно слово, одна вера, один дух, Евангелие. Мы сегодня рады слышать их участие. И Ты благослови гостей наших. И мы продаем в руки Твои все собрание, чтобы нам быть внимательными к тому, что Ты хочешь сказать каждой душе. Если есть те, кто еще не примирился с Богом, кто еще не знает Спасителя, помоги сегодня найти утешение в Иисусе Христе, примириться с Богом, покаяться и начать новую жизнь. Благодарим Тебя и верим в присутствие по обетованию, верим в благословение. Ты с нами, и Ты радуешься, когда дети Твои славят имя Твое. Аминь. Пением будем петь в вышине под небесами, звонко льется пение. ПЕСНЯ а а а а а а а и и а а а и и и и и и а и а и а 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 и м и а а а Господь теперь сваленья подает нам жизнь Христос. Пойте, Господи, славы, на святой дружбе, Господу земли. Пойте, Господи, славы, пойте, Господу земли. Пойте, Господи, славы, на святой дружбе, Господи. Пойте, Господи, славы, на святой дружбе, Господи. Да, и святый год воскрес, за сомненья исчез, жив Господи Иисус. Из могилы Он восстал и победу одержал, Он воскрес свою стену. Пойте, Господи, славы, на святой дружбе, Господи. Незнакомый путник утешил их сердца. Пойте, Господи, славы, на святой дружбе, Господи. Иисус, из могилы Он восстал и победу одержал, Он воскрес свою стену. Пойте, Господи, славы, на святой дружбе, Господи. Без надежды, без поддержки, Не знаю, как дальше жить. Иисус, из могилы Он воскрес, за сомненья исчез, жив Господи Иисус. Иисус, из могилы Он восстал и победу одержал, Он воскрес свою стену. Да, из мертвых Он воскрес, за сомненья исчез, жив Господи Иисус. Иисус, из могилы Он восстал и победу одержал, Он воскрес свою стену. Иисус, из могилы Он воскрес свою стену. Иисус, из могилы Он воскрес, за сомненья исчез. Я вас всех приветствую, любовью Господа Иисуса Христа. В этот замечательный день, воскресенье, хотелось вас поприветствовать с города Мариуполя. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь. Слава Богу, действительно, что Христос воскрес. Мне хотелось говорить с вами на такую тему. Пасха наша Христос. Для начала мы прочитаем два места Священного Писания и немного порассуждаем. Первое место, 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих, 2 полустища. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас. И второе место, Луки, 24 глава, с 1 по 6 стих. «В первый же день недели, очень рано неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленный от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Когда же они недомывали осем, вдруг прицел при ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были еще в страхе, наклонили лица своих к земле и сказали им, что вы ищете живого между мертвым? Его нет здесь, он воскрес до сего момента». Пасха является одним из главных праздников нашего христианства. История праздника Пасхи уходит далеко в Египет. Израильский народ был освобожден Богом. И евреям, чтобы спастись, надо было принести акца. Это был прообраз акца, которого был заклан за нас, Иисус Христос. И те люди, кто не принял, не принес акца и не помазал косяки дверей, когда ангел-губитель шел, и мы знаем, что египтяне, они были первенцы все уничтожены. А евреи, которые, они были спасены, оправданы, потому что они помазали косяки дверей. И Бог их оправдал. Вот действительно, Агнец, мы Ему возносим хвалу и славу. Мы благодарны за искупительную жертву. Насколько мы понимаем праздник Пасхи, это настолько и зависит наше христианство. Если мы понимаем Пасху и Воскресенье на 5%, то и наша эффективность примерно на столько же, на 5%. Мы празднуем как бы два праздника, Пасху и Воскресенье. Это оправдание и жертва, да? Сразу была жертва, а после оправдания и воскресенье. Мы знаем, что действительно, если бы не было этих праздников, не было смысла христианства. Потому что на этом зижица есть, который противостоит этому, это сатана. Два праздника основных, которые это Рождество и Пасха. И все люди празднуют, все христианство празднует эти праздники. И вот действительно, хотелось, чтобы Бог дал нам понимание этого праздника, праздника Пасхи. И чтобы Бог укрепил и дал нам суть понимания воскресенья и возрождения. Мы не хотим уподобляться многим людям мира сего, которые не понимают сути праздника этого Пасхи. Для них это развлечение, выпивка и не суть этого праздника. А хотелось, чтобы Пасха был Христос, заклан за нас. Эта любовь Его к нам проявлена на деле. Пасха является доказательством Его любви к нам. Мы сейчас будем молиться скоро. И вот действительно обращаться к Богу и благодарить Его за то, что Он дал нам силу противостоять козням дьявольским. Он извлек нас из их рабства. Мы были некогда тоже под порабощением, да, их рабства. Но Бог искупил нас жертвой Иисуса Христа. Мы скажем Ему и признаемся Ему в любви. Признаем Его своим царем. Мы признаем Его своим царем. Мы прославим Его в наших молитвах и возгадим Ему хвалу и славу. За то, что действительно Он сделал нас сынами и дочерями. Мы Его дети. Мы прославим Его великое достопримечательное имя. Пусть в наших сердцах правит Христос, чтобы Он был нашим царем. Ему слава и сила. Все принадлежит Ему. Пусть в наших сердцах будут территория Его царства и силы. Бог властвует в нашем сердце. Чтобы мы были благодарны за искупительную жертву. Мы возблагодарим и прославим Бога в наших сердцах. Ему слава и хвала. Аминь. Отец Небесный, благодарю и прославляю Тебя за то, что Ты послал Сына Твоего Единородного, чтобы возлюбить этот мир. Благодарю Тебе за то, что Ты оправдал нас и дарушь нам спасение. Прибудь с нами. Да будет наша жизнь угодна Твоей воле. Аминь. Аминь. Продолжение следует... 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 Каждый день встречаю я с тобой Упиваюсь я дипными розами Наполняюсь душевной твоей теплотой Восхищаюсь вселенной красотами Для тебя я живу Ты мой Бог, мой Спаситель Все, что есть у меня Ты мой Бог, Искупитель День за днем улетают бесследно Я стремлюсь быть счастливым с тобой И пускай на пути много слез Знаю, вечно ты рядом со мной Для тебя я живу Ты мой Бог, мой Спаситель Все, что есть у меня Ты мой Бог, Искупитель Ты мой Бог, Искупитель Я всегда посвящаю тебе Ты достоин величия и славы Жизнь свою я вручаю тебе Забери мою душу Забери мою душу Ты мой Бог, Искупитель Для тебя я живу Для тебя я живу Ты мой Бог, Искупитель Ты мой Бог, Искупитель Людские беды И людская боль На небесах в заоблачном краю Об этой маленькой земле печальной О душах погибающих Все знали Твою судьбу решали И мою Любовь быть равнодушной Не могла Любовь сказала Я пойду к ним, Отче И пусть исчезнет Этот мрак полночный Я их люблю Я их спасу от зла Смутились ангелы Зачем Господь Тебе не достает Хвалы небесной Там, на земле Поют другие песни Я их люблю Я стану Кровь и плоть И Божий Сын С небес В наш мир пришел И от людей Не отличался Внешне Похож на нас был Но не был Грешный И на земле Жил С чистой душой Изведал все Все испытал Иисус Как человек Он знал И зной И холод Он уставал Он жажду знал И голод И искушений Дьявольских Укус Он на кресте Кончил жизнь Свою Любовь Сказала Отче Совершилось Когда Сын Божий Расставался С жизнью Тогда Судьбу Решил он И мою И ангелы Смотрели На Христа Как кровь Из ран Его Текла Струёю Зачем Господь Ты допустил Такое Я их Люблю Звучало Со креста Я их Люблю И слёзы На глазах Я их Люблю Звучало Тише Тише Какие Громкие Слова Ты Слышишь Иисус Для нас С тобою Их Сказал Он Возлюбил тебя Други меня И в эту Ли любовь Нам не поверить Он Грешникам Открыл На небо двери Нет Ангелам Такого Не понять Они От бед Не плакали Земных Греху И смерти Не были Подвластны Люблю Сказал Спаситель Для несчастных Люблю Сказал Спаситель Для нас Одних Лишь Сердце Сокрушенное Поймет Зачем Господь Оставил Трон Небесный Зачем Вошел Сын Божий В круг Наш Тесный И с покаянием К Христу Придет Люблю тебя Сказал Иисус И мне И я пришла К нему В одежде Грешной Я Преклонилась Пред любовью Нежной Такой любви На свете Больше нет Окутанная Дымкой Голубой Плывет земля В космическом Просторе И на земле По-прежнему Есть горе Людские беды И людская боль Но Божий Сын Иисус В сердцах Живет Его любовью Многие Согреты И до сих пор Во всех Концах Планеты Люблю тебя Любовь Людей Зовет Слава Богу Иисус Ти свет Створил Твоя рука Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Или если мы что-то делаем, мы думаем, а что я за это могу получить? Знаете, мы все люди, поэтому я хотел бы с вами сегодня почитать несколько мест Писаний и порассуждать, что дала нам христианам смерть Иисуса Христа. Первый текст – это 1 Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились». Первое, что я хотел бы с вами, чтобы мы знали, это то, что смерть Иисуса Христа дала нам прощение от грехов. И почему Иисус Христос пошел на крест? Если мы откроем Бытие, 6 главу, 5 стих, то мы прочитаем «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца, их были зло во всякое время». Как вы считаете, сейчас у нас по-другому? Все хорошо, все добрые, все друг друга любят, войны нет. И Иисус Христос для того, чтобы простить наши грехи, так как наши мысли, так как мы люди, и наша сущность человека – это мысли зло во всякое время. Иисус Христос пошел на крест за нас с вами. Также я хотел бы прочитать Ефесянам, 1 главу, 7 стих, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Здесь мы также видим, что смерть Иисуса Христа дала нам прощение грехов. Второе, что я хотел бы с вами прочитать, это то, что дала нам смерть Иисуса Христа – это примирение с Богом. Если мы откроем Колоссянам 1 главу, 20-22 стих, мы прочитаем такие слова. «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед Собою». Здесь мы видим, что так как мы злые и дела наши злые, Иисус Христос умер для того, чтобы примирить нас с Богом Отцом. И также Римлянам 8 глава, 32 стих, 33 мы прочитаем. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божих, Бог оправдывает их». Здесь мы видим, что Господь отдал Сына Своего для того, чтобы примирить нас с Ним. Третье, что я хотел бы, чтобы мы прочитали и знали, что дала нам смерть Иисуса Христа, это искупление от клятвы закона. Давайте откроем Галатам 3 глава с 13 по 19 стих и прочитаем несколько стихов. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвы, ибо написано, проклят всякий, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верой. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещание никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования, и семени его не сказано, и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которая есть Христос». «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя через 430 лет, не отменяет, так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то и уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал он по обетованию». Здесь мы видим, что Господь давал закон определенному народу – Аврааму, евреям. И мы в Библии также часто встречаем такие слова «Бог Израилев». На тот момент Бог считался Бог Израилев, но смерть Иисуса Христа дала нам возможность говорить, что Бог – это наш Бог. Иисус Христос – наш Бог, Он умер за нас. И смерть Иисуса Христа нас освободила от клятвы закона. И четвертое, что я хотел бы, чтобы мы с вами еще прочитали, чтобы вас сильно не утомлять – это Иоанна 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Четвертое, что я хотел бы, чтобы мы знали, я думаю, что мы это знаем – это то, что смерть Иисуса Христа дала нам возможность иметь жизнь вечную. И также мы, если откроем Иоанна 6 главу, 47 стих, мы увидим такие слова «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Итак, мы видим только несколько моментов, которые мы получили благодаря того, что Иисус Христос пошел за нас, за Меня, за каждого из вас на крест и умер для того, чтобы мы имели жизнь вечную, прощение грехов. И хотел бы еще напоследок прочитать вам несколько стишков для нашего с вами ободрения. Матфея, 25 глава, 34 стих. «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его, придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Знаете, и этот стих всем нам, христианам, хорошее ободрение. Здесь мы видим, что «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам». И очень хорошие, прекрасные слова для нас, всех христиан. Я хотел бы, чтобы мы прочитали еще один стишок, который немножко ниже. Матфея, 25 глава, 34 стих. О, 41 стих, прошу прощения. «Также скажет и тем, которые по левую сторону, идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Тоже серьезные слова. И я хотел бы, чтобы мы, зная, что Иисус Христос приготовил нам вечную жизнь, хотел бы пожелать каждому из вас, чтобы вы не оказались вот этими левыми христианами или прихожанами, которые, когда придут к Господу, чтобы они не услышали такие слова, «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный». Потому что Господь отдал Сына Своего Единственного за Меня, за Тебя, за каждого из нас. И часто, знаете, мы можем думать, что у меня бабушка верующая, у меня папа пресвитер, у меня там билет есть. Но мы можем услышать такие слова, как мы только что читали, «Идите от Меня, проклятые». Я хотел бы пожелать вам в этот праздник, чтобы мы все оказались правыми христианами и попали туда, где благословенные от Отца Моего наследуете Царство, уготованное вам. Аминь. Общим пением будем петь «Сном погребенного спал мой Спаситель». Сном погребенного спал мой Спаситель, Дня предреченного ждал мой Господь. Семь на Лени, О Господь, Островивший всех прорубь и мест. О, Господь, Славы, Сарство, мраха, вызвал свет, Сарство славы и вечному пределуе. О, Господь, О, Господь, О, Господь, О, Господь, О, Господь, Четно хранят они Боже Христова, С новопечатами с телом Его. Семь на Лени, О, Господь, О, Господь, О, Господь, Семь побеждается жертвой своей. Хреб раздоркается кровью Христа, Семь побежден Бог на свет, Островивший всех прорубь и мест. Он восстал и старство мраков и славы, В сердцу славы в вечном пределании, Он воскрес, Он воскрес, Аллилуйя, Он воскрес. Хвалите Бога все народы И прославляйте племена. Не на года, но в род и роды Нам милость Господа дана. Да хвалит Бога человек, Да славит все Его ликуя За то, что истина поверь. Да на всем людям Аллилуйя Звонят церквей колокола, Благая весть с небеса шла, Нет больше чуда из чудес, На третий день Христос воскрес. Взойдем в спасительный ковчег И будем славу Богу петь. Христос воскрес и человек, Поверив, побеждает свет. Бог управляет миром мудро, И тайнам пробудясь от сна. Понять за ночью будет утро, За скорбью вечная весна. Звонят церквей колокола, Благая весть с небеса шла, Нет больше чуда из чудес, На третий день Христос воскрес. Звонят церквей колокола, Благая весть с небеса шла, Нет больше чуда из чудес, На третий день Христос воскрес. Слава Богу! Предрассветная дымка Ползла через горы, долины, И в каком-то дворе Кукарекнул несмело петух. Птиц неслышно дремали Старинные кедры, маслины, Луч надежды последний Искрящийся все же потух. Город спал, погруженный В ужасные тяжкие думы, Тот, кто хлеб им давал, Прокаженных, больных исцелял. Умер он, как свидетель, Над гробом лишь камень угрюмый, Да и страж непонятно, Зачем мертвеца охранял. А Марии в то утро Без страха ко гробу спешили, Честь последнюю тому, Кто был дорог, хотели отдать. В третий день я воскресну, Об этом они позабыли. И зияющий гроб Пустотой пришлось увидеть, Что живого средь мертвых Вы ищете ангел с укором, Растерявшихся женщин, Застывших в полшаге спросил, Он воскрес, его нет здесь Сияющим радостью взором. Ангел неба, посланник живущим, Всем весь возвестил. Избивая росу, Побежали к тем, кто печален, Спотыкаясь на камнях, Изранивши ноги свои. Он воскрес, это правда, Мы видели камень отвален, Эта радость росла, Разносилась до края земли. Он воскрес, он воскрес, Иисуса друзья ликовали. Неужели воскрес? Кипел злостью Рим, Синедрион, Узы смерти Иисуса Христа не сдержали. Он воскрес, Эта весть на земле прозвучала, Как хром. И сегодня, воскресший из гроба И ад победивший, Одесную Отца ожидает на небе того, Кто, идя по земле, Воскресение весь не сгубивший, Нес ее до конца, Чтоб на небе увидеть его. Аминь. Воскресение 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 О, Отец мой, я прошу, помоги мне так прожить, Чтоб в конце пути моем я бы смог вас осмотреть. А-а-а-а-а-а... Умер Он за нас И воскрес на третий день Духа истины нам дал Чтоб сердца людей согреть Он любовь свою Нам безверно проявил Он любовь свою Нам навеки подарил О, Отец мой, я прошу Ты прости, что я как тень За тобою не хожу Той тропой, что ты ходил О, Отец мой, я прошу Помоги мне так прожить Чтоб в конце пути моем Я бы смог глаза смотреть Страдал за нас Умирал за нас Он за нас Он за нас страдал Кроме невинную пролил Он за нас страдал Чтобы вечно с Ним ты жил Он за нас страдал Он за нас страдал За твои мои грехи Он за нас страдал О, Отец мой, я прошу Ты прости, что я как тень За тобою не хожу Той тропой, что ты ходил О, Отец мой, я прошу Помоги мне так прожить Чтоб в конце пути моем Я бы смог глаза смотреть Глаза смотреть Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И мы воскреснем Друзья, присаживайтесь Хотелось немножко вас пробудить А то я вижу, вы заслушались уже Хорошо очень у вас сидеть На мягких креслах Но надо иногда вставать Друзья, я рад Приветствовать вас Сегодня в этом храме Рад вместе с вами воздавать хвалу Воскресшему хвалу тому, кто Создал для нас все, что окружает Который не просто создал для нас землю Но еще и благословил нас В вечной жизни Друзья, вы знаете, сегодня Печально Видеть людей, идущих на кладбище Когда мы ехали сюда Проезжали кладбище И видели людей Которые с самого раннего утра Идут к земле и костям Хотя на самом деле Воскресший Он ждет И он жив И нет нужды В том, чтобы заботиться О тленном Потому что Господь говорит Прежде всего нужно Заботиться о чем? О душе, которая не тленна Правда, друзья? И у нас в городе, не знаю как у вас В праздник Пасхи Все известные люди Власть имущие Стараются как-то обратить на себя внимание Поздравить с этим праздником И я замечаю, что с каждым годом Праздник Пасхи В мировоззрении людей Теряет свою суть И в этом году Поздравляли с Волыгднем, да? С Великим Днем А чей это день, друзья? Чей это день? Зачем поздравлять Меня с Великим Днем Если меня лучше поздравлять С праздником Иисус Воскрес Правда? Даже я встречал Поздравление с Днем Весны Ну еще осталось Поздравить меня с Днем Солнца И тогда уже вообще будет Полный набор, друзья Но христианин В первую очередь Должен понимать, что Фраза Христос Воскрес Это главная фраза Нашей жизни И об этом апостол Павел Пишет Одно из своих Тех церквей Которым он обращался Я хотел бы с вами Поразмышлять В завершении нашего участия Поразмышлять Над определенным местом Из Священного Писания Это первое послание Коринфянам Пятнадцатая глава Первое послание Коринфянам Пятнадцатая глава Будем читать несколько стихов С первого стиха давайте начнем Напоминаю вам, братья и сестры Я добавлю от себя Евангелие, которое я благовествовал вам Которое вы и приняли В котором и утвердились В котором и спасаетесь Если преподанное удерживаете Так, как я благовествовал вам Если только не тщетно уверовали Ибо я первоначально преподал вам Что и сам принял То и что Христос умер За грехи наши по Писанию И что он был погребен И что воскрес в третий день по Писанию Двенадцатый стих Если же о Христе проповедуется Что он воскрес из мертвых То как некоторые из вас говорят Что нет воскресения мертвых Если нет воскресения мертвых То и Христос не воскрес А если Христос не воскрес То и проповедь наша тщетна Тщетна и вера ваша Притом мы оказались бы и лже свидетелями о Боге Потому что свидетельствовали бы о Боге Что он воскресил Христа Которого он не воскрешал Если то есть мертвые не воскресают Ибо если мертвые не воскресают То и Христос не воскрес А если Христос не воскрес То вера ваша тщетна Вы еще во грехах ваших Поэтому и умершие во Христе погибли Если мы в этой только жизни надеемся на Христа То мы несчастнее всех человеков Но Христос воскрес из мертвых Первенец из умерших Ибо как смерть через человека Так через человека и воскресение мертвых Как водами все умирают Так во Христе все оживут Каждый в своем порядке Первенец Христос Потом Христовы В пришествии Его Аминь Дорогие друзья Как я уже говорил Праздник Пасхи Праздник воскресения Христова Это самый важный день в христианской жизни Я удивляюсь Насколько велика любовь Бога к нам Насколько велика Его забота к нам Насколько велика Его милость по отношению к человеку И дорогие друзья Все что связано с Иисусом Христом на этой земле Все это сделано для нас Праздник Рождества Христова Я хотел бы чтобы мы перенеслись в начало Жизни Иисуса на этой земле В преддверии Пасхи я задумался о том Что для кого нужен был Вот это Рождество чудесное Для кого это было нужно Бог мог через пророков предсказать Что Мессия появится из пустыни И из пустыни появляется уже взрослый Христос И начинает проповедовать Евангелие Но Христос идет не этим путем Он идет наиболее чудной Возможностью пользуется Является в виде маленького ребенка Для кого друзья Для тех пастухов в поле Для Марии Иосифа Для Иерусалима Которого нужно было пробудить От этой спячки религиозной Когда пришли мудрецы И сказали где родившийся царь Написано весь город пришел в движение Пастухи которые сидели на поле Не думали что они станут свидетелем Такого чуда Они не думали что они услышат Славу на небесах Они не думали что они увидят хор ангелов Это Рождество было дано для людей Те годы которые Иисус Христос Провел на этой земле Когда он ходил вместе с учениками Когда терпел их не неверие Когда терпел голод Жажду Когда он терпел Непринятие себя в своей родине Для кого это было нужно Иисус Христос мог прийти Уже взрослым мужчиной Пойти напрямую в Иерусалим Прийти в храм и сказать Я сын Божий Его обвинили бы в преступлении И распяли Но он долгие годы ходит Ходит с учениками Рассказывает им Передает им учения Показывает чудеса Для кого это было нужно друзья Для людей Он это делал для учеников Он это делал для тех церквей Которые появятся впоследствии Через труд этих учеников Он это делал для людей И когда он умер И его погребли в этой пещере На следующее утро Он продолжает заботиться о нас Мы читаем в Евангелии Как женщины идут ко гробу Они еще Привязаны к земному Они еще думают о земном У них одна мысль О теле учителя О мертвом теле Они идут туда Куда сегодня идут многие люди Они идут туда Где погребенных учитель И на их устах Один безнадежный вопрос Вы помните какой? Кто отвалит нам камень? Кто мог отвалить этот камень? Они задают этот вопрос И они прекрасно понимают Что никто не может отвалить его Римская стража Она этого не сделает Потому что камень опечатан Никто не имеет права К нему прикасаться Тот, кто нарушит римскую печать Подвержен смерти Религиозная элита Зачем? Они наоборот стараются Чтобы этот камень Был там как можно дольше Потому что боятся тех слов Сказанных Что на третий день воскресну Кто мог отвалить им камень? Но они идут Удивительно Они идут Друзья Но Христа там уже нет И камень отвален от этой гробницы Не для Христа Камень не мог сдержать Христа Камень не был преградой Для воскресения Христа Он уже ждал их снаружи Но он продолжал и в этот момент Заботиться о людях Приходит ангел Убирает этот камень Для того, чтобы женщины Могли своими глазами Увидеть Что им нечего там искать Чтобы два ученика Могли войти в эту пещеру И также удостовериться Что женщины говорят правду И там нет тела Этот камень Этот камень был отвален Чтобы Мария Которая плачет Возле этого отваленного камня Которая видит эту пустую пещеру Получила Замечательное обетование Которое сегодня мы имеем Когда Иисус Христос Говорит Что ныне я отхожу К Богу моему и Богу вашему И дальше он продолжает Замечательные слова Которые не были даны Израильскому народу Он говорит Теперь Отцу моему и Отцу вашему Друзья Воскресение Иисуса Христа Вызывает у меня радость Потому что теперь я имею Небесного Отца Бога Царя Творца неба и земли Того, кто дыханием Вывел на орбиты все звезды Как мы читаем в Псалмах И этот говорит, что я теперь ваш отец Друзья Какую привилегию мы имеем Но это не все, что сделал Христос Это не все, что сделал Господь Он продолжает удивлять меня Он продолжает поражать меня Своей заботой обо мне Своей любовью обо мне Давайте прочитаем в этой же В пятнадцатой главе С пятьдесят пятого стиха Мы эти слова хорошо знаем Первая коринфянам Пятнадцатая глава Пятьдесят пятый стих Смерть Смерть где твое жало Ад где твоя победа Жало же смерти греха Сила греха закон Благодарение Богу даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом Друзья Друзья Христос не просто воскрес Но Господь подарил нам победу Господь Иисус Христос Победил смерть Тление и грех И Он говорит Теперь я эту победу дарю вам Теперь вы имеете ее Вы победители Друзья Но что я сделал Что лично я сделал для этой победы Ничего Я со всех сил убегал от Бога Я любил грех более чем своего Творца Но Бог Написано Когда мы были еще грешниками Уже тогда проявил свою любовь на деле И Он дарит нам с вами победу Друзья Мы имеем эту победу Мы имеем победу над смертью И в послании к Римля нам апостол говорит Утешайтесь этой надеждой Что вы имеете жизнь вечную Что вот то что здесь на земле Все неустройства Все проблемы Самые печальные обстоятельства Которые только есть в вашей жизни Это все временно Но вы имеете гораздо больше Благодаря воскресению Иисуса Христа Благодаря тому что Сын Божий сделал для нас Мы имеем гораздо больше чем только можем подумать Мы получили обетование Мы стали санаследниками Того наследия Которое мы бы никогда не заслужили Никогда я своей жизнью не заработал бы это наследие Но Господь говорит Я дарю тебе это наследие Я дарю тебе эту победу Господь не просто простил наши грехи Не просто оправдал Но он еще написано усыновил нас Принял в свою семью Человека Создатель Отдавший своего родного сына За нас с вами И сегодня это должно вызывать нас Радость и торжество Что мы имеем такого Отца Что мы имеем такого Господа Иисуса Христа Который говорит Приходите ко мне Когда трудности Когда проблемы Но еще лучше если вы приходите ко мне Когда у вас все хорошо Потому что он один достоин славы Сегодня никто не достоин той славы Которая есть на этой земле Сегодня вся слава на этой земле Принадлежит только Господу Иисусу Христу И люди иногда сами не понимая В праздник Пасхи я Когда встречался со своими неверующими знакомыми На работе с кем я работаю Когда говоришь им Христос воскрес Они не задумываясь отвечают воистину воскрес И с одной стороны мне радостно Потому что даже люди которые не верят в Бога Они воздают ему славу А с другой стороны мне печально Потому что они не понимают о чем они говорят Это мне радостно Когда я говорю воистину воскрес Потому что тем самым я понимаю Что и я воскресну И я буду иметь вечную жизнь И я буду иметь новое тело И я буду жить в новом Иерусалиме Но люди иногда говорят воистину воскрес И продолжают распинать Христа И продолжают распинать Христа Но сегодня мы с вами имеем великую радость И я хотел бы чтобы мы сегодня Вышли отсюда с радостью Ободрились, не унывали Праздник Пасхи это не просто три дня Или два дня в году Праздник Пасхи он продолжается С дня воскресения Христа И до его второго пришествия Каждый день мы можем радоваться Каждый день мы можем приветствовать Друг друга словами И Христос воскрес Каждый день я думаю Это будет вызывать в нас положительные эмоции Ведь что может быть печального в моей жизни Если мой Господь живой Если Он сегодня рядом со мной Если Он говорит Открывай свои желания Пред Господом И Он усмотрит Открывайся, приходи в молитве Мы имеем дерзновение написано Пред Ним предстоять Не из-за своих заслуг Но из-за того, что Христос воскрес Он все сделал Все, что я сегодня могу Это стать перед Ним на колени И благодарить Его Благодарить и славить Это все, что я сегодня могу Все, что от нас сегодня зависит Это то, сколько еще людей Узнают эту радость Но почему-то Последнее время Христиане у людей ассоциируются Больше с печальными лицами С серыми лицами Какой-то, знаете, тяготой Такой мирской Суета одолевает, друзья Но давайте сбросим Эти оковы суеты Мне иногда печально Смотреть на наших Прекрасных хозяюшек Которые в праздник Пасхи Стараются испечь Как можно вкуснее Больше и замечательные Эти пасхальные куличи Пасочки, да Печально, потому что На это уходит очень много времени И праздник Пасхи Иногда уже и не в радость особо Потому что За ночь до этого Стараются наши сестры А потом уже Какая уже ж тут и Пасха А еще рано и в собрание Идти нужно Рядом со мной Живут соседи Которые на праздник Пасхи Идут ночью В православную церковь И вы знаете К чему? К чему люди Истязают свое тело В бессмысленных Религиозных обрядах Которые для души Не несут ничего Мы можем Сегодня Тысячи яиц Мы можем Сегодня Испечь Миллион пасок Но это все Пустота Потому что Если Иисус Христос Не воскрес В моем сердце Если Сегодня Он не вошел И не навел Там порядок Когда Он Вошел в Иерусалим Как победитель Как знамение Будущих Событий И все Что Он сделал В день своего восшествия В Иерусалим Которое мы недавно Отмечали так же Написано Он пришел В храм Осмотрел все Навел там порядок И вышел из Иерусалима И исцелил еще людей в храме Друзья Если сегодня В моем сердце Не воскрес Христос Если сегодня В моем сердце Не живет Живой Бог Который действует В моей жизни Если сегодня Я не могу сказать Что на этой неделе Для меня Сделал Иисус Друзья Что на этой неделе Для вас Сделал Господь Подумайте Если вам нечего Сказать То где тогда Живой Бог Разве Он Не действует в нашей жизни Разве Он Не помогает нам В ежедневных Наших делах Он воскрес Он живой Он помогает Он усматривает Он заботится Но мы берем Те заботы Которые мы должны Возложить на Него Возлагаем на себя И потом с печальными лицами Говорим Христос воскрес Друзья Я хотел бы Чтобы мы сегодня Воздали хвалу Живому Воскресшему Богу Живому Богу Который может все Тот Бог Который еще прежде Нашего создания Знал нас Который знает Каждую нашу волосинку Который любит нас Такой любовью Которую невозможно Понять Которую невозможно Познать Необъятная любовь Божья Она не могла Удержать Христа В этой пещере И Он воскрес Он восстал Из мертвых Явился своим ученикам Которые вернулись К прежнему образу жизни Он явился им Написано Укорял их за неверие Друзья, давайте сегодня Не допускать этого неверия Давайте сегодня Продолжать верить В живого Бога Который воскрес И если мы говорим Что Он воистину воскрес Значит у меня Должна быть Железная надежда И знание того Что я воскресну И я предстану Пред Ним И я должен жить так Чтобы ни в коем случае Не услышать слова О том Что я ленивый И неверный раб Но чтобы наоборот Христос был рад Встрече со мной Что бы Он сказал Добрый верный раб Войди в радость Господина твоего И если мы говорим Сегодня что у меня Есть Господь Иисус Христос Что бы Он Действительно был Нашим Господином Что бы Он Действительно был Нашим живым спасителем Искупителем Наших грехов Который совершил Невероятное Который совершил то Что не смог бы совершить Не один человек на земле И хоть Его ученики В день Его воскресения Назвали Его пророком Идя в Эмаус Что бы мы понимали Что Он не пророк Он Сын Божий Возлюбивший нас Пострадавший по Писанию И воскресший В третий день По Писанию Ему же да будет Великая слава и хвала Из наших сердец Во веки веков Аминь Помолимся Отец Мой Небесный Великий Бог Царь Царей Господь Господствующих Слава и хвала Тебе За Твою великую любовь Милость За заботу Твою О нас, людях Я славлю и благодарю Тебя, Господи За то, что Ты отдал Сына Твоего Единородного На крест Слава и хвала Тебе, Иисус Что смерть не смогла Удержать Тебя И Ты на третий день Воскрес по Писанию Я славлю и хвалю Тебя, Господи Слава Тебе За то, что сегодня Я имею живого Спасителя Который прощает Мои грехи Оправдывает И усыновляет Слава Тебе, Господи Я прошу сегодня, Господь Осмотри наши сердца Убери суету И посели великую радость О том, что мы имеем Небесного Отца Мы имеем великого Бога Который совершил Все для нашего спасения Тебе же Да будет хвала и слава Великий Бог Отец, Сын и Дух Святой Аминь Мы поучаствуем Христос Воскрес И снов погребенного Спал мой Спаситель Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Блев Расторгается Кровью креста Отритий день Он из-пёртвых воскрес Силою Бога во славе небес Смерть победил, и я славлю Христа, в нем победа моя. Путем для жизни и смерть для сердец, Бог мой спаситель, он Бог и Творец. Славлю всем сердцем тебя, мой Господь, мой Бог. Пришел на землю с небес, путь поразнан, Свой путь продолжил на крест, мой грех задан, И стеснаться в судьбы, а дурагер, небеса, что в нам сиять. Пусть пришел на землю с небес, путь поразнан, Свой путь продолжил на крест, мой грех задан, И стеснаться в судьбы, а дурагер, небеса, что в нам сиять. Пусть вся земля, Богу песню свою, Сила величия, слава Христу, Склонятся горы, восстанут моря, Слыша имя Твое. Ты даришь радость могучей рукой, На веки люблю я, на веки с Тобой, Ты упованье, радость моя, лишь Ты. Вечность открыл Иисус для нас, Кровью Своею Он нас спас. Нас возлюбил, и жизнь создал, Верю Ему, славлю Его, Он жизнь нам даровал. Но в третий день Он из мертвых воскрес, Силою Бога во славе небес, Смерть победивый я славлю Христа, В нем победа моя. Пусть Он на жизни и свет на сердце, Он мой Спаситель, Он Бог и Творец, Славлю всем сердцем Тебя, Мой Господь, мой Бог. Господь велик, слова и дела, Его мирости нет конца. Пусть на земле и на небесах, Ему не сполкает хвалов. Господь велик и достоин славы, Он лишь один достоин хвалы. Господь велик и падает хвалы, Господь велик и падает хвалы. Слава Ему, слава Ему, Господь велик, Господь велик, Господь велик, хвала Христу!